Привет, это Дима. Время в тюрьме летит незаметно. На прошлой неделе, оказывается, у меня был юбилей. Полгода за решеткой, а значит и полгода без доступа к информации. По этому случаю вот вам зарисовка из жизни типичного российского телезрителя. Канал «Кажется звезда» – одно из тех ток-шоу, где все друг друга перекрикивают. Вы такой вряд ли смотрите, а мне приходится. Приглашенный эксперт рассказывает про Илона Маска, что вкратце об архитектуре сети, характеристиках, способах подключения. Звучит довольно оптимистично, даже слишком для федерального канала. Надежная, мол, сеть, устойчива к сбоям на отдельных спутниках. Обеспечивает доступ к интернету на больших территориях. Легко масштабируется. Известно, как вывести из строя. Не дослушав, переходит к единственному волнующему вопросу ведущей. После небольшой паузы гость отвечает, что сделать это имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы невозможно. Все оживляются и начинают говорить одновременно. Какая-то дамочка предлагает устроить ядерный взрыв в космосе. Ведущий доволен, шоу вернулось в нужное русло. Единственное, что помогает не сойти с ума в такой атмосфере ваши письма, которые я читаю с большим удовольствием. Кстати, иногда бывает так, что где-то в пути они теряются. Поэтому, если сервис уверяет вас, что письмо давно доставлено, а ответа нет, не стесняйтесь написать еще раз. Всех обнял. 5 ноября. Матроска. Дима.